Облавы на призывников Как часто проверка документов заканчивается контрактом с Минобороны Российские войска научили их управлять артиллерией и дронами Госдеп США подтвердил, что военные из Северной Кореи уже воюют в России Как именно их используют? Это программа «Лицом к событию» Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы еще больше людей увидело эту трансляцию И мы начинаем Вечером 12 ноября 10 военных сбежали из тактического соединения связи Новосибирской области Пишет глава Коченевского района По данным телеграм-канала «База» военных было не 10, а 12 И перед побегом из части они записали вот такое видео По словам главы района, солдаты вызвали в часть такси и поехали в Кемеровскую область По словам издания «Астра», военных не устроило отношение начальства к ним А о том, как военное руководство относится к тем, кто еще даже не стал военными, смотрите в нашем сюжете Я не понимаю, каким образом вышло так, что меня сейчас туда ввезут Я понимаю, что вам сказали Сработала система Хорошо, сработала система Вы же на улице просто подошли Я прекрасно понимаю 19-летнего жителя Москвы полиция схватила на улице И под угрозой уголовного дела отвезла в сборный пункт на улице Угрешской По дороге объяснили, он в розыске по уклонению от призыва Как студент-первокурсник на очном отделении попал в розыск, неясно В военкомате у него забрали телефон и не давали позвонить адвокату Я был пойман в метро как уклонист Хотя совершенно законно Я подавился в суд на вышестоящую призывную комиссию И когда у меня была отправка, я был на больничном Все документы предоставил по почте В данный момент я нахожусь на улице Угрешская Это житель Москвы с непризывным диагнозом Призыв на службу пытается оспорить в суде Но 13 ноября он тоже оказался в военкомате Студенту Реу имени Плеханова заблокировали вход в ВУЗ Ведь студент не встал на воинский учет В пресс-службе ВУЗа сообщили, что запрет на вход якобы не вводили Так в Москве продолжаются облавы на призывников Молодых парней хватает на улицах, в метро Из полиции доставляют в военкоматы Не защищает ни наличие заболевания, ни подача заявлений в суд Порой парней привозят в наручниках Что незаконно, говорят активисты из школы призывника Как и доставка в военкомат с полицией Моего мужа задержали в метро прямо на станции Сначала посадили в обезьянник, а потом перевели в тюрьму МВД Оттуда его привезли в военкомат Чудом он оттуда вышел Я успела привезти ему документы Подтверждающие, что у него есть судебное дело По поводу этого федерального розыска Облава была страшная Только с мужем сидели 250 человек А выбрались только четверо Моего друга двое мужчин в гражданском Схватили возле дома Надели наручники и отвезли в полицию После этого его отправили на сборный пункт И сразу в воинскую часть Подмосковья, не позволив взять с собой никаких вещей Кроме паспорта Рейды идут и в других регионах В Ижевске и аннексированном Севастополе Призывники пришли на сборный пункт Чтобы обжаловать категорию годности Но тоже оказались задержаны Тех, кто сопротивлялся, отпустили Говорят активисты Почти всегда полиция действует незаконно У них нет никаких письменных обращений А на вопрос об основании задержания Говорят, что призывник якобы числится в какой-то базе на розыск И везут этого призывника не в отдел полиции А сразу в военкомат И все это незаконно Как действия сотрудников полиции Так и действия военкомата А 12 ноября уклонисты из Москвы Стали получать сообщения О закрытии им выезда из страны Уведомления приходят через портал Мосру Тех, кто не идет в военкомат Пугают и другими ограничениями Но, как говорят активисты Такие сообщения не более чем запугивания Для ограничения повестку должны разместить В едином реестре призывников Который должен был заработать 1 ноября Но так и не заработал Сегодня реальных фактов Когда уклонистов не выпускали бы за границу, нет То, что москвичи сейчас И не только москвичи Стали получать всякие уведомления Со страшными словами Что вам закрыт выезд за границу Вам нельзя того, вам нельзя сего Это все не имеет никакой юридической силы По той простой причине Что это присылается в виде Просто спама Для того, чтобы все эти санкции заработали И было нельзя выезжать Брать кредиты Открывать ИП Машины, квартиры продавать, покупать Нужно, чтобы заработал единый реестр военнообязанных Что это такое? Это бабки в военкоматах садятся и перепечатывают От руки Создают электронную базу Естественно, эта задача, ну, мягко говоря, невыполнимая Она абсурдна Это СИЗИФов труд Этого невозможно сделать Те же, кто в часть все-таки попал Стараются всеми способами избежать отправки на войну В Новосибирской области из части сбежали 10 военных Ранее они уже оставляли место службы Но были пойманы Четверо из них сейчас задержаны Остальных ищет полиция Активисты напоминают Сегодня уклоняющихся от призыва Не отправляют в колонию А лишь штрафуют По данным судебного департамента При Верховном суде России Пока не вынесено ни одного приговора К реальному лишению свободы Более 400 уклонистов получили штрафы Еще трое условные сроки Подробнее про облавы на призывников Мы поговорим с юристом движения Сознательных отказников Но перед этим я напомню вам, дорогие зрители О традиционном для нашей программы опросе Который ждет вас в чате трансляции И кроме опроса в чате Вас также ждет опция Задать вопрос Вы можете спросить наших гостей О том, какой аспект сегодняшнего обсуждения Волнует именно вас Эта функция находится там же Где и опрос в чате нашей трансляции Это абсолютно анонимно и бесплатно Единственное ограничение Это время нашего эфира Так что не ждите И присылайте вопросы о призыве Мы на них ответим С юристом движения Сознательных отказников Артемом Клыгой Артем, здравствуйте И сперва вопрос от меня А не от наших зрителей Как часто проверки Как те, которые мы показали в сюжете Заканчиваются контрактом С Министерством обороны? Ну, если мы говорим о контракте Для этого срочник Он сначала должен стать Неспосредственно солдатом Срочной службы Отправиться в военную часть Уже там Оттуда мы получали сообщения По крайней мере Начинаются все вот эти Принуждения К подписанию контракта Сначала Начинается с обычных объяснений Какие льготы будут положены Бонусы Какие выплаты возможны Ну и закончится Это может Обычным принуждением Просто Человек оставит перед фактом Мол, что ты здесь Сейчас 4 месяца Получишь военную Учетную специальность А дальше все равно Что бы ты ни делал Подписывай контракт Мы тебя все равно Отправим на войну Такое, по крайней мере Точно происходило В военных частях Курской области Особенно после вторжения Туда, которая началась в августе И, собственно, из-за этого Сейчас, в ноябре Правозащитники получают Много сообщений Именно о подписании контракта Сейчас срочная служба По факту Небезопасное место Раньше еще были Какие-то дискуссии О том, что Ну вот, это все лишь один год Срочная служба Вроде как с войной не связана Но после августа Нет, мы теперь можем Точно утверждать о том Что оттуда Можно отправиться на войну Очень просто Артем, в нашем сюжете Мы показывали Примеры сообщений Которые получают люди От которых требуют Явки в военкоматы И вот на эту тему Вопрос из чата Как людям реагировать На подобные сообщения С угрозами Что их ждет Какая-то уголовная ответственность Смотрите Тут надо хорошо понимать Вот две большие разницы Во-первых В Москве сейчас Действует некая новая практика Того, что старые решения О призыве Не отменяются Как это было раньше И как это должно быть На самом деле То есть если, например Решение о призыве Весеннего призыва Не было реализовано Оно должно быть отменено Просто в силу Закрытой инструкции Мы ее, конечно, читали Есть вот закрытые инструкции Которые регулируют Работу военкомата Да, так тоже происходит И вот в силу этой инструкции Они должны быть отменены Но в Москве Сейчас появилась новая практика Это вот новелла Этой осени Московский единый пункт призыва Стал признавать Те весенние решения Действующими И поэтому много призывников Сейчас сразу получили повестку На отправку В военную часть Понятно, они удивились Проигнорировали эту повестку И большая часть из них Получили вот эти уведомления О том, что вам Против вас введены ограничения Закрыт выезд из страны И кто-то даже успел Попасть под облаву Вот это первая категория И здесь Ну, нужно понимать Что такое нужно Сразу же обжаловать Потому что военкомат Хочет любой ценой Забрать вас На срочную службу И, скорее всего Вы попадете под облаву А уже из военной части Судиться гораздо сложнее Вторая категория Это те лица Которые ничего не получали Весной Не проходили Какое-то медицинское Освидетельствование Просто внезапно Им приходит Такое уведомление Или может там Сначала повестка Просто пришла А затем уведомление О том, что против них Введены ограничения Здесь надо понимать Что электронные повестки Сейчас не имеют Никакой юридической силы Вот без реестра Они ничто Поэтому, если в отношении Вас не было принято Никакого решения О призыве Ранее весной, например И Вы просто так Сейчас получили Какое-то уведомление То да, это пугалка Это не имеет Никакой юрсилы Не надо из-за этой пугалки Ходить в военкомат Надо просто отдать Себе, наверное, отчет В том, что военкомат Вами интересуется Надо понять Что в Вашем личном деле лежит Где Вы стоите на учете Какие документы Когда представляли военкомат Какой у Вас статус Вот по медицинскому освидетельствованию Когда Вы последний раз Вообще его проходили Может, есть отсрочки Или освобождение Тут надо отдать себе отчет Что просто бегать От военкомата Или это игнорировать Это не лучшая стратегия Нужно сразу понимать Что делать при будущем Взаимодействии с ним И что на данный момент Есть в плане Военноучетного статуса И вот такая вот Есть нестандартная история Наши коллеги С Кавказ-Реали Они пишут Южный окружной военный суд Утвердил приговор По делу контрактника Из Северной Осетии И его приговорили К шести годам Колонии общего режима За членовредительства И самовольное оставление части Вот из его приговора Написано, что вот его фамилия Находился в пункте Временной дислокации части Часть его находилась На оккупированной территории Украины Дальше из приговора Там он ударил себя топором По голове Получил рваную Ушибленную рану И несколько гематом Ему потребовалась госпитализация Почему человека судят За увечья самому себе Тут как будто хочет сказать Мое тело, мое дело Ну, на самом деле Многое зависит от материалов дела Я их детально не видел Но распространена практика Когда сейчас Дабы, например, не попасть Под уголовную ответственность А наоборот попасть Под списание В увольнение Точнее из военных частей Увольнение Непосредственно Из зоны Так называемой Специальной военной операции Люди наносят себе Какой-то вред Специально Например, какие-то порезы делают Ну, или что-то более серьезное Уволиться, я напомню, очень сложно И так называемые самострелы Когда люди сами Или просят сослуживцев Им как-то навредить Именно слово самострел Оно страшнее Потому что просто Какие-то порезы Это не ведет Никакой категории Д С которой увольняют С военной службы Это должно быть Что-то очень существенное Это должен быть Существенный вред здоровью Который прям Однозначно Говорит о том Что вот категория Д И вас списывают Не списывают А увольняют Но Уже более года Все эти аттестационные комиссии И военно-врачебные комиссии Они скептически Смотрят на военнослужащих Которые там болеют Получают какие-то увечья Травмы И даже после ранений Не спешат таких людей Увольнять Что уж говорить о том Когда Ну вот Кто-то совершает Да Самострел Или пытается Нанести себе Какие-то травмы То Тоже успех Крайне маловероятен Именно по увольнению Но вот с уголовным делом Да Могут возбудить уголовное дело И пока например Это дело расследуется Человек может оставаться Вообще на войне Принимать в ней участие Никто его Увольнять не будет Потом уже После приговора Да Его могут отправить в колонию И дальше он уже будет Отбывать наказание там Но вот Таких случаев Становится все больше и больше Это люди думают о том Что это Такой способ на самом деле Увольнения В условиях Когда уволиться С традиционными способами Не получается Спасибо большое Артем Что рассказали нашим зрителям О том Как проходит набор В российскую армию Что дальше там в ней происходит Юрист Артем Клыга Был в эфире Радио Свобода И прямо сейчас Дорогие зрители Я меняю в чате Нашей трансляции Вопрос Которую Тему Для вопросов Которую вы можете присылать Мы посмотрим сейчас сюжет О том Куда Минобороны Набирает контрактников И об этом поговорим С военным аналитиком Так что Присылайте вопросы О положении на фронте Мы на них ответим После военной сводки Это видео выложили в сеть Военнослужащие 95-й отдельной Воздушно-десантной бригады ВСУ На кадрах С дрона разведчика Запечатлен вероятный Разгром колонны Одного из подразделений 810-й бригады Морской пехоты России Которую Российское командование Перебросило на это направление С самого начала вторжения Украинских войск В Курскую область Однако Подобные видео Выкладывают и с другой стороны Как на этом Например Где 155-я отдельная Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России Где-то в Курской области Поражает дроном Ланцет Технику украинских сил Ситуация в этом регионе Превратилась В затяжные Позиционные бои В Пентагоне сообщают Что солдаты из КНДР Уже воюют в Курской области В Генштабе России Этот факт не опровергли И не подтвердили В любом случае Удастся ли России С их помощью Выдавить ВСУ Большой вопрос Говорит военный аналитик Алекс Калишевич Сами по себе Корейские солдаты Уже давно не участвовали В реальных боевых действиях И конечно У них в этом плане Опыта мало Тем более Опять же Знание местности Знание Тактической ситуации Тоже может измениться С такими Командованиями Как Например Российская То есть Это может быть Тоже Посылать На смерть Жуковская Тактика Где они Забрасывают Большим количеством Людей Потом Засыпают Артиллерии Снова Большое количество Людей Артиллерии И так далее Вот это Их Тактика Войны Именно такая То есть Конечно же Северная Каэзия Быстро закончится В американском институте изучения войны Сообщают Российская армия Отвоевала Более 40% Захваченной Украинскими войсками Территории Курской области Главком ВСУ Александр Сырский Отчитался О ситуации На Курском фронте Так Если бы не стойкость Наших воинов Эти десятки тысяч врагов Из лучших Российских ударных частей Штормовали бы Наши позиции На Покровском Кураховском Или Торецком Направлениях Что существенно Ухудшило бы Ситуацию на фронте В Донецкой области Тяжелейшие бои Продолжаются В районе Покровска И Подторецком А 12 ноября Под Кураховым Подорвана дамба Местного водохранилища Воды которого Охлаждали ТЭЦ В подрыве дамбы Обе стороны Обвиняют друг друга Очевидно одно Это было сделано Чтобы ухудшить Логистику В районе самой дамбы Поскольку ТЭЦ Уже давно не работает То вот эта Вылившаяся Масса воды Она идущая Вдоль дороги Вот этой номер 15 По руслу Реки Молчья Превращает Вот эту пойму Фактически Непроходимую Даже для пешего Человека Массу То есть Если вы Обороняетесь Южнее То для вас Это вполне Реальная защита Которая Позволит Выиграть Время По данным Расследовательского Проекта Дипстейт Сложно сказать Чтобы российская армия Сконцентрировалась На штурме Какого-то отдельного Участка фронта Или населенного пункта Об этом свидетельствуют И данные Из источников Радио Свобода ВСУ Штурмы идут На широком фронте Начиная от города Орехов Запорожской области До Купенска В Харьковской области На стыке Запорожской И Донецкой областей Российская армия Захватила село Равнополь Сообщает Минобороны Тем временем В российских Провоенных Телеграм-каналах Пишут Украинские Инженерные войска Активно строят Оборонительные Сооружения Почти по всей Линии фронта И Госдепартамент США Подтвердил Что солдаты Из Северной Кореи Уже помогают Российской армии В Курской области О том Что они умеют На встрече с журналистами Рассказал спикер Госдепартамента Российские войска Научили их Управлять Артиллерией И дронами Научили Азам Пехотной войны И научили Зачищать окопы Это критически Важные Навыки Для войны Однако Северокорейские Солдаты На поле боя Приведут Россию К успеху Только если Их хорошо Встроят В армейскую систему Слаженность Армейская система И положение на фронте Мы обсудим С социологом И военным аналитиком Николаем Митрохиным Николай, здравствуйте Здравствуйте Судя по тому Сколько времени Представители разных разведок Говорили О северокорейских военных В Курской области Примерно около месяца Шли эти разговоры На какую слаженность Можно рассчитывать За это время Ну ни на какую На самом деле У нас нет ни одного Подтверждения С российской стороны Что Северокорейские военные Даже прибыли В зону боевых действий То есть мы знаем Много подробностей Из отчетов Различных разведок Но нет ни одного Видя у этих людей На территории Центральной России Поэтому я вообще Не уверен В том Что это все Не является Каким-то надутым Информационным пузырем Призванным Отвлечь внимание Массовой аудитории От провала Ну Ну Де-факто Развала Обороны ВСУ На Донбассе Особенно Кураховском управлении Вот И Количество Северокорейских войск Которые Ну По данным ГУР На 20 На Конец октября Было Переброшено 7 тысяч Корейских солдат Если они действительно Прибыли в зону Боевых действий Они представляют собой Примерно четверть От общего количества Ежемесячных пополнений В российской армии Которые попадают На передовую Так или иначе Войют Поэтому проблема Совершенно не В северокорейских солдатах А в том Что российская армия Активно Активно Раздвигает Линию фронта Образуя Сложные Как бы Углы Окружая Украинские войска В мешках Растягивая Линию фронта И у Украины Нет достаточно Солдат Чтобы бороться С нормальными Нормальными В том смысле Российскими Гражданами В частях Российской армии А не с Мифическими Северокорейцами А за счет Каких ресурсов Путину Хватает сил Чтобы И в Курской области Как утверждает Минобороны Продолжать Наступление И наступать Также На украинских Территориях Ну Видимо В России Достаточно Людей Готовых За 2000 евро В месяц Рисковать Своей головой И Насколько Мы знаем Из информации Поступающей Изнутри Российской Армии Там Под Общую Гребенку Гребут Сотрудников Тыловой Служб А как Известно Тыл Составляет 85% Собственно На любой Войне По численности От состава Действующей Армии Соответственно Если грести Тылы То можно Все время Выдавливать На передовую Людей Обладающих Военно Ну такими Достаточно Важными Военноучетными Специальностями Или просто Поваров Автомехаников И все прочее Как известно Недавно Был Ромкий Инцидент Связанный С тем Что Целую команду Профессиональных Дроноводов Очень опытных Отправили Просто на штурмовую Штурмовать Там Восточнее Севернее Селидово Вот И вся эта команда Там погибла За 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 несколько часов Так называемое Дело Гудвина Вот Поэтому У России В принципе Есть человеческие Ресурсы В любой момент Россия может Провести Дополнительную Мобилизацию Например Предлогом Замены Ранее Мобилизованных Людей Отслуживших Два года Вот Таким образом Я не вижу У России В ближайшее время Существенных Проблем С пополнением Таких Стратегических Хотя сейчас Тактически Наверное Довольно много Военных Специалистов Гибнет Просто в грязи На полях Штурмуют Украинские Позицины Один из наших Зрителей Возвращает Нас к вопросу Все-таки О северокорейских Солдатах Я немного Перефразирую Его Нас спрашивают Когда стоит Верить в наличие Северокорейцев На фронте Наверное Я его перефразирую Вы упомянули Что не было Подтверждений С российской стороны А почему Мы ждем Подтверждений Каких-то От российского Минобороны Если Ну например Госдепартамент США подтверждает Разведка Американская И разведка Южнокорейская Нет Я имею ввиду С российской стороны Совершенно не Минобороны Которые Влетят Как дышит Вот А то что Если бы С украинской стороны Были бы Видеокадры С северокорейскими Солдатами Они бы нам показали Если бы они были На передовой Или хотя бы рядом с ней Сколько украинских Дронов много Вот Но есть Российские Да Вот вы сейчас Показываете Съемки В Приморском крае Есть российские Граждане Которые в тылу С большим интересом Наблюдают За появлением Больших групп Северокорейских Солдат Это экзотично У них в руках Есть телефоны И они выложили Любое подобное Видео Так сказать В сеть Если бы Такие граждане Появились бы В европейской части России Со стопроцентной Вероятностью То есть у нас Есть три видео Из частей Российской армии На Дальнем Востоке Когда они только Прибыли Вот Что вы показываете Но нет ни одного Подобного видео Из европейской Частью России Я тогда предлагаю Вернуться к ресурсам Которыми обладает Путин Я хочу озвучить вам Два юридических Новшества Которые я вычитал Сегодня в провоенных Пабликах российских Первое Пишет блогер Живов Зет Он пишет Госдума приняла закон Согласно которому Добровольцы станут Материально ответственными Случаи порчи Военного имущества Стоимость этого имущества По проекту закона Будет удерживаться Из зарплаты добровольцев Так что есть шанс Самостоятельно Прийти на войну Сломать Мавика И воевать бесплатно И вот еще Одно предложение Путина Которое возмущает Военных блогеров Путин сегодня Велел Чтобы чиновники Рассчитывали компенсации Для раненых солдат Индивидуально И министры составили Такую специальную шкалу И получилось Что если раньше За любое ранение Даже легкое Осколочное Обещали около Трех миллионов рублей То теперь такая рана Стоит не больше Ста тысяч И три миллиона Будут давать только В случае очень-очень Серьезных проблем Со здоровьем О чем такие изменения Говорят? Ну вот экономисты Говорили, что российские Финансовые запасы В принципе От начала войны И хватило бы Примерно на три года войны Эти три года Заканчиваются Как достаточно хорошо Известно в ФНБ Там фонд национального Благосостояния И прочие фонды Российские Сильно опустили У России все больше Проблем на самом деле С продажей своих ресурсов Хотя с нефтью Не так плохо Но в целом Там газ остановился И все прочее Вот Так что У России Меньше денег на войну Расходов все больше Армия увеличивается Вот Армия Все временно Нарастает Ее численность Вот Поэтому Попробуют сэкономить Посмотрим Как это Пойдет Так сказать Если окажется Что будет провал С набором новых Желающих При снижении расценок То видимо Как я говорил Они будут Стараться Мобилизовать Поскольку Мобилизованная Более дешевая Военная сила Чем Контрактники И вот такая Полуюмористическая Новость Упала нам Буквально За несколько минут До эфира Режиссер Карен Шахназаров Встретился С Владимиром Путиным И сообщил ему Что танки С Мосфильма Отправляют На передовую Эти танки Где-то могут Использовать Вообще Да Я уже написал Об этом В своем фейсбуке Да Ну Россия Еще остается Многото 34 В том числе На Мосфильме А также На Мосфильме Еще есть Немецкие Тигры И техники Числилась Ее недавно Бронетехники Числилась Вот Но действительно Т-55 Активно используется Российской армии Как минимум Уже год Те из них Которые вообще Возможно Запустить Или хотя бы Попытаться Отремонтировать А потом запустить Они вывозятся В основном С дальневосточных Военных баз И действительно Используются На фронте Как средство Поддержки Пехоты Но как Говорят люди Которые Немножко Ближе Называется Поле Действия Лучше Ехать К позициям На Т-55 Чем Ехать На джипе Условно говоря Потому что Вероятность С столкновения С дроном Выжить Больше у тех Кто в танке Нежели у тех Кто на джипе Или тем более Идет пешком Спасибо большое Николай Что проанализировали Для наших зрителей Положение Российской армии На фронте Социолог И военный аналитик Николай Митрохин Был в эфире Радио Свобода И под конец Трансляции Мне осталось Подвести итоги Нашего традиционного Опроса Мы вас спрашивали Сегодня Дорогие зрители Как вы думаете Как вы думаете Каким способом Путин отвоюет Курская область И большинство Из вас Почти 40% Ответили Что скорее всего Он будет использовать Военных из КНДР И контрактников Но как мы слышали Сегодня в эфире Нет пока подтвержденных Железобетонных фактов Что Путин Использует военных Из Северной Кореи Для того чтобы Как-то менять Ситуацию на фронте Также хочу поблагодарить Всех кто сегодня Присылал вопросы В чате трансляции Мы тестировали эту функцию Специально перед нашим Большим эфиром Который ждет вас Уважаемые зрители В воскресенье Будет большой митинг Марш оппозиции Который мы будем освещать Несколько часов Поэтому днем По московскому времени В воскресенье 17 ноября Присоединяйтесь Заходите на ютуб канал Радио Свобода Там вы увидите меня Других наших ведущих Всю нашу команду Будем весь день с вами Вы также сможете Присылать вопросы нам Присылать вопросы К гостям Которые будут у нас в студии Эти же вопросы Мы сможем адресовать Спикерам Политикам Которые приедут На митинг На Маш в Берлине Так что Встретимся с вами В воскресенье До свидания Смотрите наш новый Ютуб канал Радио Свобода Контекст Здесь мы говорим о том Что действительно важно Честно Открыто Достоверно Подключайтесь к обсуждению Смотрите на мир С разных точек зрения Подписывайтесь И нажмите на значок Колокольчика Чтобы не пропустить главное Радио Свобода Контекст Здесь нет цензуры Субтитры сделал DimaTorzok